С чего начинается Родина? Ответ на этот вопрос знают более 300 ребят из разных военно-патриотических клубов региона. В Ненинском округе состоялся первый слет патриотов. Он собрал на одной площадке тех ребят и руководителей объединений, кому не безразлична судьба России и Ненинского округа в частности. Что нас объединяет? Любовь к Родине, отчим и край. Стремление сделать жизнь лучше, добрее. Стремление знать больше, чем знаем. Уметь больше, чем умеем. О ком мы заботимся? У тех, кто меньше нас, слабее нам. А тех, кто стар и одинок. Друг от других. Один из самых ярких военно-патриотических клубов округа «Поиск» из поселка Красное на первый слет патриотов приехать не смог, но прислал видеопоздравления для таких же неравнодушных к судьбе России ребят. Вот уже 10 лет под руководством Марины Литковой юные патриоты занимаются военной и физической подготовкой. Достижения участников клуба, многим из которых едва исполнилось 7 лет, впечатляют. Мы русские, русские не продают. За родину последний вздор. Мы русские, русские ведут. Каждый год ребята показывают лучшие результаты по скорости сборки и разборки автомата, метания на дальность гранат, бегу с препятствиями и подтягиванию. Но бойцы из Красного не только заботятся о своей физической форме, но и помогают одиноким старикам, детям войны, ветеранам. Следят за состоянием памятников и обелисков. Самые старшие патриоты почти каждое лето участвуют в поисковых работах на боях сражений во время Великой Отечественной войны. Это дерево? Кость. Кость, кость. Кость? Вон, смотри, короче, коже. Вторая косточка, да? Да, да, да. Аккуратно. Или это дерево? Кость, кость, кость. Аккуратно. Очень аккуратно. За выносливость и трудолюбие в одном из поисковых лагерей бойцов из Красного прозвали «железными людьми». Таких же самоотверженных ребят по округу более трехсот, которые состоят в 14 военно-патриотических клубах. Одним из таких клубов «Белый медведь» руководит Василий Терентьев. Наша основная задача военно-патриотического клуба – это подготовка молодежи к службе вооруженных сил. Это преодоление физических и психологических трудностей, с которыми придется им столкнуться. И то, что мы занимаемся, совершаем марш-проски не только лыжные, но еще и пешие, как мы видим в нашей презентации, и водные на байнарках. Клуб «Белый медведь» был основан в 2009 году. В 2014 году у него появилось название, которое сейчас известно не только в округе, но и далеко за его пределами. Почему «Белый медведь»? Потому что, если президент Путин сказал, что медведь в тайгу никого не пустит, то мы, проживающие на окраине в севере, приближены к Арктике, говорим о том, что «Белый медведь» в Арктику никого не пустит. В настоящее время 26 ребят из военно-патриотического клуба «Белый медведь» занимаются огневой, тактической и строевой подготовкой, участвуют в парадах победы, а еще ежегодно совершают марш-броски в истории, участвуют в лыжных переходах. Самый масштабный из них осуществлен в этом году в направлении Наринмар-Архангельск. Общая протяженность лыжного маршрута составила 465 километров. Вообще, за плечами у «Белого медведя» более тысячи пройденных километров. Опыт, накопленный годами, колоссальный. Чтобы поделиться им, организаторы первого слета собрали всех окружных патриотов на одной площадке. Мероприятие проходит в первый раз. У нас есть подобные мероприятия для волонтерских объединений. Мы решили, что почему бы и нет. Стоит, наверное, такое мероприятие проводить, и подводили бы итоги деятельности клуба, была бы представлена их презентация, где смогли бы обменяться опытом, ну и, собственно, вручить какие-то грамоты, благодарственные письма руководителям клубов, участникам и всем остальным, причастным к этому процессу. В нашем регионе, как и во всей стране, наблюдается значительный рост патриотических объединений. Вот и на следующий год, по словам организаторов, они надеются вручить благодарственные письма новым патриотам России.